Всем привет! Впереди выходные, а значит пришло время посмотреть наш мини-анонс и решить, что вы будете делать в ближайшие дни. В субботу 13 июля вам представится отличная возможность провести свой выходной день не только интересно, но и с пользой. В Щелково пройдет фестиваль Trinity Fest. Мероприятие состоится на территории фабрики Славия по адресу 1-й советский переулок, дом 25. Участников фестиваля ждут бесплатные мастер-классы, фотозоны, музыкальные, танцевальные, дегустационные и спортивные площадки. А также ярмарка товаров ручной работы. Вечером для всех гостей состоится показ лучших короткометражек Всемирного фестиваля уличного кино. Начало программы в 12.00. Вход свободный. А теперь внимание всем любителям рыбки. В Московской области с 11 по 14 июля пройдет рыба-фест. Это масштабная акция по дегустации рыбной продукции, где жителям предложат бесплатно отведать деликатесы в гипермаркете «Глобус». В рамках фестиваля будет представлена рыба, произведенная по традиционным рецептам. То есть свежая рыба была просолена и доведена в коптили на натуральной ольховой щепе в собственных специализированных цехах гипермаркета. Посетителям предложат горбушу горячего копчения, слабосоленую сельдь, балык из горбуши, скумбрию, форель, нерку, осетра, киту и многое другое. Суббота уже по традиции на набережной Серафима Саровского пройдут занятия по оздоровительной программе «Цегун». Мы уже не раз призывали вас присоединиться к полезной для здоровья зарядке, тем более, что проходит это все на свежем воздухе, а значит, польза будет двойной. Так что надевайте кроссовки и в 12.00 подходите к назначенному месту. В универсальном спортивном комплексе Подмосковья в воскресенье, начиная с 10 утра, будет проходить турнир по шахматам, посвященный Международному дню шахмат. Кстати, считается, что история шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Известно множество версий, объясняющих развитие шахмат и их распространение во всем мире. Согласно наиболее популярной, первая известная игра-прародитель, чатуранга, появилась в Индии не позже VI века н.э. Европейские игроки продолжили модификацию игры. В результате к XV веку сложились правила, которые сегодня известны как классические. А вот окончательно правила были установлены лишь в XIX веке. А увлекающихся экстремальными видами спорта приглашаем посетить обновленную площадку скейт-парка. Берите свои скейтборды, самокаты и велосипеды и вперед выполнять различные крутые трюки. Но не забывайте, главное, после них остаться целым и невредимым. В завершении расскажем о том, что можно будет увидеть на этих выходных кино. С 11 июля в российский прокат выходит новый боевик от культового режиссера Люка Бессона «Анна». Головокружительный экшен, полный реактивной энергии и ошеломительных поворотов – это история Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийца в мире. Для российского зрителя фильм будет интересен еще и тем, что в нем сыграли наши соотечественники, а именно актер Александр Петров, Никита Павленко и, конечно, главная роль Анны досталась российской топ-модели Саше Луз. Также с 11 числа для любителей сильных эмоций в кино стартует новый ужастик «Присягнувшая тьме». В 17 веке молодая женщина Персифона предстает перед судом по обвинению в колдовстве и, как следствие, перед возможной казнью. Но девушку спасает вовремя вмешавшаяся преподобная мазь, предложившая осужденной провести оставшуюся жизнь в изолированном монастыре. Персифона думала, что в святом месте она посвятит себя молитвам и служению Господу, но по прибытии ее начинают мучить страшные видения, а вместо очищения от грехов девушку ждет борьба за сохранение души. На сегодня на этом все. С вами была Мария Буржинская. Увидимся через неделю. Проведите выходные как следует.